здравствуйте сегодня у нас тема будет орхидеи проблемные орхидеи и как решать их не проблему сейчас вам покажу некоторые орхидеи которые были реанимашками и я решила их проблему таким способом посмотрите эту орхидею я посадила внизу керамзит сверху мох видите это из лесу мох живой мох ей все нравится у нее вариатность листочков небольшая вот видите измененные листочки она во мхе хорошо растет смотрите какой корешочек а купила я ее как реанимашку молодые листочки наросли вот этот вырос листочек вот этот и вот этот после того как я ее пересадила это была азиатская орхидея она росла в прессованном мху ей было некомфортно она начала пропадать а так как я ее пересадила в другом другим способом смотрите какой корень жирный пустила здесь корень отпустила двойной стаканчик я взяла этот стаканчик с дырочками на дне керамзит а здесь постоянно вода в этом стаканчике и керамзит влажный а мог сухой абсолютно абсолютно сухой не грамма шпшейка не попадала мокрой и посмотрите как она хорошо замечательно растет и наращивать молодые листочки листочки я протираю водкой беру на тампончик самогонка шикала так несколько раз и протираю листочки с чистой водкой неразведенной это очень хорошо от вредителей помогает и червец меньше размножается и вообще профилактика клеща других запаливаний в общем это растение здоровенькая абсолютно ему в таких условиях нравится это была азиатская орхидейка белоснежная махровая очень красиво с варигатными листочками когда зацветет покажу вам сейчас покажу вам другую проблемную орхидейку вот эта орхидейка которая была у меня без точки роста ее купил затем она пустила прикорневую детку я детку отделяла показала на видео отделила ее немного неудачным способом мало корней получилось и повредилась корневая шейка на детки как только я отделила эту детку смотрите следом выросла следующая детка какие корни красивая напустила и она выросла с точки роста как продолжение орхидейки я даже не буду ее отделять оставлю в таком состоянии может немного добавлю сухого мха не увлажнять его не будут и пускай она мне так цветет детка очень мощная получилось крепко листочки такие сразу выравниваются крепкие крепкие как вроде бы продолжение этой орхидеи она именно с центра пустила видите листочек вот боковой корешочек и продолжение орхидейки стволик удлинился как бы может даже будет цвести посадила я ее смотрите какой метод внизу керамзит корни нарастают замечательно и здесь поставила кору ей все нравится видите какая замечательная пошла орхидейка в рост это кимоно орхидейка а вот ее детка так которые неудачно отделила я всем показывала каким методом я ее поставила на укоренение у меня есть видео посмотрите я это же спиртом протираю листочек не боюсь ожогов зато будет меньше вредителя смотрите крышечки я проделала дырочку так как корни было очень мало посмотрите какие корешочки замечательные нарастила моя детка корень был вот такой маленький этот а этот вот такой скривленный в эту сторону подсюда и вот так она нарастила два листика скинула не пожелтели но растет молоденький листочек я не держу в растворе hb101 вот так этот корешок погружен в воду и наискосок это все вот так она у меня стоит и хорошо растет ей все нравится в общем у этой орхидейки получилось две детки я думаю если эту детку отделить то она даст еще одну детку а если не отделить значит будет крепкое растение наверное мне деток достаточно с нее я оставлю посмотрю что будет дальше пока отделять детку не буду буду наблюдать за этим растением пока она меня очень очень радует следующая орхидейка это орхидейка тоже была реанимашка очень долго она не пускала корни у нее у этой орхидейки корневая шейка подхватила гниль серую я отделила ее без корней от мамы мама испортилась а детка выжила посмотрите какая деточка видите корни начинают расти как а как я отделяла как я писала растение у меня тоже есть видео корни посмотрите я думала это старый корешок хотела его обрезать там смотрю на старом корешочки нарастилась целая смотрите сколько много молодых корней то есть если вы такие черные старые корни не надо их обрезать вот даже вот этот корень он уже должен быть сухой я боже его точно обрезал но я его не тронула и посмотрите что на нем произошло раскуклилась и начал расти корешок молодой стоит она у меня тоже смотрите посажена она в кору покупную кору крупной фракции и в горшочек на дно я поставила керамзит и воды налила и вот так она у меня стоит двойном кашпо вот таким образом она наращивает корешочки видите и детка себя прекрасно чувствует листики я тоже обрабатываю спиртом вот при вас прям налью и покажу что ожогом никаких не будет не бойтесь мне иногда спрашивают где вы столько берете много реанимашек я вам расскажу где даже вставлю видео и покажу где беру эти реанимашечки я беру и стараюсь спасать мне это очень интересное занятие когда удается спасти растение если она зацветет так не по-другому начинаешь относиться орхидеи фиалки по тридцать не в жизни а фалиноксисе семьдесят восемь цвета не видно но вот никакой какой-то там апатик приселить и еще чтобы цвет узнать бывает и сортовые тоже 15 цвета не видно но 192 прицельники 30 фунтов не сильно их оценили 20 гривен выбор большой, но цвета не видно 70-80 гривен с какой-то белой каемочкой или кто-то заболел приятно интересный соленопсис а сейчас я вам хочу показать веточки от растения я поставила в воду вот смотрите я срезала срезала цветоносы и они очень долго стояли у меня в бутылке с водой над ней я положила уголь активированный и эту бутылку от сока поставила в колбочку и так она долго стояла стояла корни конечно не пускает но сейчас я вам расскажу что получилось она начала пускать сильные цветоносы вот видите кость сейчас пустила вот в этом месте пустила вот в этом пустила я думаю прищепну их вот так прищепнула и думала ждать детку а она детку не дает и начинает выпускать другие цветоносы и я решила больше не трогать пускай себе выпускать что хочет то делает я буду просто за ней наблюдать за этой орхидейкой это белая орхидея королевская очень большого размера 15 сантиметров в диаметре видите какой крепкий цветонос она пустила если я сейчас прищепну я не знаю что будет она может засушить его или начнет развивать боковые почки наверное я ничего не буду делать просто подожду в воду я ничего не добавляла просто кипяченой воды налила и бросила таблеточку активированного угля и все воды не добавляю ничего вот так она у меня стоит сверху я не закрываю тепличку не делаю абсолютно ничего все ждем результата что будет дальше за цветет и когда вот цветы мне конечно не нужны мне нужны детки с этой орхидеей так как это же эксперимент опыт цветы можно и на обыкновенной орхидейке увидеть я не удобряю ничем повторяю а здесь у меня еще новая вот реанимашечка я ее приобрела и тоже собираюсь реанимировать посмотрите какое растение я вам покажу лист практически сухой но надо ее спасать корней на ней нет ничего нет но корневая шейка не черная значит буду ее спасать вот видите есть чернота конечно есть но не настолько как бы хотелось казалось бы вот проклевывается бульбочка значит будет корешок и это надо не упустить момент как я ее буду спасать смотрите в стакан с водой на дне вода вот здесь а в стакан я поставила мох лесной мох у меня зеленого не было был ну уже коричневый но это не сфагнум это просто лесной мох и на дне вода и я просто эту орхидейку которую я взяла реанимашкой помещаю в мох вот так погрузила и она будет у меня в таком состоянии пускать корни листики я буду ей протирать наверное не спиртом все таки водой но один раз спиртом протру это орхидейка чаолин мультифлора это очень красивая орхидейка это азиатская тоже орхидейка я была в одном из магазинов там была партия азиатских орхидей и я решила купить эту супер доходяшку но ее надо спасать какие методами я расскажу вам в следующем видео когда она пустит хоть чуть-чуть признаки жизни а сегодня спасибо всем за внимание до свидания оставайтесь вместе со мной и да мы так он и и и мы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok